Добрый день! Мы хотели бы представить проект «Семейный клуб» при центре Покровские ворота, который уже четвертый год ведут Михаил Бурмистров, преподаватель философии Ригавет и писатель, и... Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт. Мы воспитываем 11 собственных детей в возрасте от 22 до 2 лет. И этот проект для нас открытый проект, проект бесплатных встреч. Такая возможность познакомить всех, кто хочет чуть больше узнать о семейной психологии, психологии отношений, психологии брака, с самыми современными идеями, с самыми лучшими и интересными специалистами в этой области, которая сейчас есть в Москве. Это проект ежемесячных встреч по среду. Он проходит в очень уютном зале в центре Москвы, который знают уже многие москвичи. И этот зал, этот центр привлекает не только возможности встретиться с разными людьми, но и возможности купить интересные книги, а также выпить чашечку вкусного чая, поговорить с друзьями. Что касается проекта, который мы предлагаем, этих ежемесячных встреч, они могут быть интересны самому широкому спектру людей, как тех, кто еще только начинает свой семейный путь, или даже только задумывается о том, чтобы образовать семью, так и людям, уже имеющим собственных внуков. Поскольку формат этих встреч предполагает непринужденное общение, встречи со специалистами, которые мы привлекаем дополнительно, для того, чтобы более квалифицированно обсуждать предлагаемые темы. Тема встреч разная. Мы стараемся, чтобы одна встреча была больше посвящена детской психологии, вторая встреча разного возраста детей, вторая встреча была посвящена более широким вопросам, связанным с отношениями взрослых в семье. В этом году мы планируем встречу, посвященную теме «Семья и интернет», и там рассчитываем видеть специалистов по зависимости, по преодолению зависимости, и специалисты по компьютерам, которые могут вам рассказать, как свое семейное пространство сделать более непроницаемым для интернета, если вам это интересно. В этой первой теме мы исследуем, почему так много интернета сейчас у нас, и почему так часто каждый сидит, уткнувшись в собственный экран, а всю семью можно встретить в единственный момент в сборе, это когда выключили роутер. К сожалению, от такой тотальной включенности в экранную жизнь страдают не только дети и подростки. Часто мы, взрослые, сами того не замечая, втягиваемся вот в это самое интернет-поле, думаем, что у нас работа, у нас общение, нужно посмотреть почту, а часто оказывается, что это бегство. И тут не только мужская зависимость, есть и женская тяжелейшая от соцсетей, блогов, интернет-покупок. Но мы, наверное, не будем столь подробно перечислять всю тему этой встречи. Кроме того, у нас была встреча, посвященная долговременным бракам, людям, которые прошли вместе уже большую дорогу. И зачастую кажется, что люди, которые вместе уже много лет, и уже много что пережили, для них уже по существу невозможно какие-то сложности или какие-то большие провалы. Но, тем не менее, это не так. Трудности сопровождают всю-всю дорогу человека, и в частности, его прачной жизни. И мы об этом тоже будем говорить. Да, и эти встречи, они построены не только как лекция. Мы хотим создать такое живое пространство. Поэтому лекционная часть, которая около часа-полутора, она сменяется возможность задать вопросы. То есть все, кто пришел на встречу живой, они смотрят ее в записи. Все могут спросить и нас, и тех, кто у нас гостями на этой встрече, на каждой встрече является, спросить то, что интересно именно им. Это замечательная возможность. Ответы каждый раз нестандартные и открывающие такие точки входа. Все равно новые поля обсуждения. И я вот знаю, что сформировался за эти три года какой-то определенный костяк слушателей. Меня всегда удивляет разброс по возрасту. Мы видим людей, которые только-только, но они еще даже не женаты, они только встречаются, думают о браке. Даже мы видим бабушек и дедушек, очень пожилых людей, которые пришли, чтобы что-то записать. Часть из них попросили прийти внуки и дети, которые там, скажем, живут не в Москве и не могут прийти. А кто-то интересуется сам, им интересно обозреть этот пройденный путь. Ну и, конечно, основное количество людей – это активные родители. Те, кто сейчас растят детей, сейчас находятся в браке. Да, ну и хотелось бы сказать, что те, кто хочет все-таки предварительно посмотреть товар лицом и представить себе, стоит ли тратить время на то, чтобы идти в вечер буднего дня и посвящать этой встрече, может зайти на канал на YouTube, где выкладывается архив. И, кроме того, существует сайт «Христианский диалог», где также выложен архив. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!